МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите губернтские новости. В студии Павел Рыжиков. Коротко о главных событиях в регионе. Столицу Черноземья вновь атакуют беспилотники. Режим опасности был объявлен в 1854. Власти просят воронежцев сохранять спокойствие. Силами ПВО вражеский дрон уничтожен. По оперативной информации пострадавших нет. Последствия на земле уточняются. Но отбоя угрозы с воздуха пока нет. Напоминаем, для получения мгновенного оповещения о такого рода опасностях есть несколько способов. Установить на смартфон приложение МЧС России или подписаться на телеграм-каналы губернатора Александра Гусева и МЧС Воронежской области. И главное, если вы увидели дрон, сразу же позвоните по единому номеру 112 и отойдите подальше. Беспрецедентно высокая явка и спокойная рабочая атмосфера. В Домжуре подвели предварительные итоги президентских выборов на территории региона. Подобной явки, она составила у нас 77,5%, не наблюдалось за всю современную историю России, говорят в обл. избиркоме. Если в реальных цифрах, то всего в регионе проголосовали 1 миллион 415 тысяч человек. Причем 67% воронежских избирателей заполнили бюллетень на участках, примерно 20% на дому, а чуть более 13% предпочли дистанционно-электронный формат. За Владимира Путина в Воронежской области отдано почти 89% голосов. И это чуть выше, чем в целом по России. На второе место у нас вышел Владислав Даванков, набравший 3,95%, в то время как по всей стране вторым оказался коммунист Николай Харитонов. За все три дня голосования на горячую линию областной избирательной комиссии поступило 500 с лишним обращений. По большей части вопросы касались правил голосования на дому. В целом же, по словам главы обл. избиркома Ильи Иванова, выборный марафон Воронежской области прошел в штатном режиме. С учетом того, что мы столкнулись с вот этими самыми неприятными инцидентами, которые в нашей истории были, это попытка залить краской бюллетени, испортить стационарные ящики или вообще совершить целенаправленный поджог, да еще и после этого такой циничной попытки снять это все на камеру, для того, чтобы, ну, вероятно, отчитаться. Вот я должен сказать, что избирательные комиссии Воронежской области отработали на отлично. Они моментально адаптировались к новым условиям, подготовились, взяли под особый надзор и охрану стационарные ящики. Я считаю, что праздник удался. У нас масса фотографий с районов, когда у нас наряжены, в народных костюмах, с головными уборами, счастливые члены комиссии, наблюдатели, вот, проводят голосование. Избиратели с детьми, с семьями, разными поколениями они приходят, голосуют. Выборы президента – это главный выбор страны, и это главный праздник. Особую роль в проведении любого электорального процесса играют наблюдатели. В этот раз на участках для голосования их находилось более 6 тысяч. Причем это были и наблюдатели от кандидатов, и представители общественной палаты Воронежской области, которые перед выборами прошли специальную подготовку на знание законодательства и психологическую устойчивость. Кстати, большинство общественников уже имели опыт работы на прошедших губернаторских выборах. А на этих президентских каких-то серьезных нарушений при голосовании и подсчете бюллетеней выявлено не было, подчеркнули в общественной палате. Очень активно вели себя члены штаба, которые смотрели за центром общественного наблюдения, смотрели на камеры, разъяснительную работу вели, если появлялись какие-то сообщения о нарушениях или вопросы было ли нарушения. Нам очень здорово помогает наша стена, потому что на самом деле в течение двух минут можешь все увидеть и посмотреть. Даже иногда звонок наблюдателя не нужно. Также у нас очень активная и грамотная группа, которая консультировала по ДЭК и вообще наблюдение за ДЭК. Мы давали очень много консультаций в течение вообще предварительного периода, потому что это новый вид голосования, и он вызывал, естественно, много вопросов. И, как мы видим, вот эта работа с сентября на текущий момент разъяснительная, она вызвала доверие у граждан, то, что люди активно в этот раз воспользовались дистанционной возможностью проголосовать. Все участки для голосования по всей области закрылись накануне ровно в 20 часов. И в избиркомах приступили к подсчету бюллетеней. Затем, как это происходило в самом сердце столицы Черноземья на участке в Никитинской библиотеке, и кто из избирателей успел вскочить в последний вагон, наблюдал наш корреспондент Евгений Жакот. До завершения голосования в стационарном режиме осталось 3 минуты. До конца голосования всего ничего. Для припозднившихся избирателей эти несколько минут последний шанс отдать голос за своего кандидата. И люди идут. Говорят, лучше поздно, чем никогда. Это мой гражданский долг. Я была обязана его исполнить прямо сегодня. Хоть и в последние минуты. Но я это сделала. Закончить голосование хоть на минуту, раньше или позже нельзя. Участковая избирательная комиссия соблюдает строгий график. Все должно происходить секунду в секунду. Мы ждем ровно восьми часов вечера. Ровно в восемь наш КАИП, комплекс обработки избирательных бюллетеней, автоматически проинформирует о том, что третий день голосования завершен, и просто невозможно будет проголосовать. Поэтому наши двери будут закрыты, и мы приступим к подсчету голосов и работе со списками избирателей. Во время голосования в стационарном режиме и стекло. За три дня выборов этот участок в Никитинской библиотеке посетило 939 человек. Еще 20 решили исполнить свой гражданский долг на дому. Переносную урну вскрывают на глазах нашей съемочной группы. К счастью, пересчитывать почти тысячу бюллетеней вручную не нужно. Процесс подведения итогов очень сильно упрощают инновационные комплексы КАИБы, куда и загружают содержимые этих прозрачных ящиков. КАИБы упрощают процентов на 70 нашу работу. Они очень помогают нашей избирательной комиссии. Я думаю, в тех комиссиях, где есть эти КАИБы, они облегчают жизнь. Эти результаты мы сегодня же вечером повезем в ТИК, то есть в территориальную избирательную комиссию, и дальше они пойдут обрабатываться. В результате «Умная машина» насчитала 39 испорченных бюллетеней. Кандидат от партии ЛДПР Леонид Слуцкий на этом конкретном участке набрало еще меньше, всего 27 голосов. Коммуниста Николая Харитонова поддержало 58 прикрепленных избирателей. Еще 148 отдали предпочтение Владиславу Дованкову из партии «Новые люди». Ну а подавляющее большинство, а именно 687 избирателей, сделали выбор в пользу самовыдвиженца Владимира Путина. Сразу после того, как закрылись избирательные участки, и стали известны данные по явке в Воронежской области, ход голосования и важность этих президентских выборов для будущего России прокомментировали вице-губернатор Дмитрий Маслов, курирующий в регионе внутреннюю политику, и председатель областной думы Владимир Нетесов. «Процесс голосования прошел в штатном режиме, без каких-либо значительных нарушений. Несколько инцидентов, связанные с залитием зеленкой избирательных урн, не повлияли на ход голосования. И, в общем-то, мы видим по итогам, по подсчету явки, что жители продемонстрировали очень высокую активность. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто обеспечивал избирательный процесс, правоохранительные службы, военных, которые обеспечивали безопасное небо над нашей областью, особенную благодарность, конечно, всем тем, кто пришел на выборы и выразил свое волеизъявление на этих выборах, потому что они внесли реально серьезный вклад в дальнейшую судьбу нашей страны». «Выборы самые главные в стране. Мы выбираем верховного главнокомандующего, национального лидера, президента Российской Федерации. Народ объединен вокруг президента Российской Федерации. Выборы прошли чисто, легитимно. И явка говорит о повышенном интересе любого жителя страны, о будущем нашей страны, о надежде на стабильность, на развитие экономики, на обеспечение политической стабильности. И это главный выбор любого человека». Студенты, герои России, участники СВО и их семьи, ученые, пенсионеры, многодетные и даже молодожены. В прошедшие три дня на избирательных участках Воронежской области люди побывали самые разные. Что они думают о будущем России и какой смысл вкладывают в это голосование, спросили наши корреспонденты. Главным выборным днем в сельских муниципалитетах области по традиции стало воскресенье. Татьяна и Иван – друзья детства. С тех пор, как ребятам исполнилось 18, на все голосования ходят вместе. Молодые специалисты разных профессий, врач и юрист. Однако мнения по поводу необходимости участия в судьбе страны у них схожие. Молодежь сейчас больше интересуется политикой. Это как наше будущее, будущее наших детей, нашей страны. Мы не можем оставаться в стороне. Ну, по профессии врач лор с пациентами, но они когда начинают поднимать там политические темы, тоже с ними общаясь, тоже, ну, на отвлеченные, и всегда говорят, что нужно голосовать, потому что нужно выражать свою позицию, потому что бездействовать – это сродни преступлению, как я считаю. Молодежи на этих выборах вообще много. Например, Марина Ковалева – педагог. Я работаю в школе, преподаю русский язык и литературу, и на своих уроках, конечно же, стараюсь донести детям о важности этого мероприятия. У меня есть старшие школьники, которым скоро исполнится 18 лет, и я им искренне желаю также принять участие в тех выборах, которые подойдут им по времени. Яна Масалова на выборы пошла с двумя детьми и мамой. Ее муж в зоне СВО почти два года, поэтому к патриотизму в их семье особенно трепетное отношение. Конечно, это важно. Особенно сейчас в ситуации, когда муж находится в зоне СВО, это очень важно. Поэтому мы пришли всей семьей. Приходили голосовать и сами герои. Валерий Мальцев – ветеран СВО. На выборы приехал как на праздник, в форме и с флагом. Мужчине более 60 лет служил по контракту. Домой после реабилитации вернулся почти год назад. Валерий Анатольевич уверяет – выбор, неважно чего, главное в жизни человека. Сколько себя помню, на выборы хожу всегда. Я считаю, что каждый человек должен выразить свое мнение и принять его самостоятельно, ни на что не обращая внимания. Голосование на дому в Нижнедивицком районе тоже пользуется спросом. Пенсионеры, инвалиды и те, кто не может прийти на участок самостоятельно, ждут членов комиссии прямо у порога, как это сделала Валентина Баркалова. Мы живем в нашей родной России. И россияне, какие же мы будем россияне, если будем пропускать все такие важнейшие для государства события. Мне уже 82-й год. Конечно, мне удобнее на дому. А молодым, мне кажется, можно любым удобным для них способом. Сейчас очень их много. Пожалуй, самые нарядные избиратели области пришли на участок номер 26-04 Острогожска. Дмитрий и Евгения Кулешовы заглянули сюда прямо из ЗАГСа, чем произвели настоящий фурор. Мы решили сделать осознанный шаг в нашу жизнь, заключить регистрацию нашего брака, заключить брак наш. Поэтому мы осознанно решили прийти именно сюда и уже супружеской парой проголосовать за нашего будущего президента Российской Федерации. Большая часть семьи Краус-Даниловых в сборе. Дружно впятером идут на избирательный участок в школе номер 50, что в переулке Туркменский. Младшие решили тоже поучаствовать в выборах. Права голоса в силу возраста у них еще нет. Поэтому просто поддерживают родителей и старшую сестру. Мне, как многодетной маме, очень важно, чтобы мои дети стали гражданами своей страны, любили ее, уважали закон. У нас есть своя семья маленькая, да? Мы в ней приходим к каким-то решениям, принимаем какие-то предложения, выслушиваем друг друга. Так вот, и наша родина – это наша семья. Мы же тоже принимаем какие-то решения, и от нас много чего зависит. Юные непоседы внимательно следят за процессом. Даже напросились вместе с родителями в кабинке. Также, взявшись за руки, отправляют бюллетени в урну. Ну и куда без памятной фотографии? Ведь для детей это целое событие. Как-никак первый раз посетили избирательный участок. Всего у Анжелы и Вячеслава ребят семеро. Самый маленький остался дома. Трое старших уже совсем взрослые. Проголосовали дистанционно. Один из них в своей части, в зоне СВО. Я учусь на политолога, и для меня, как будущего специалиста, это очень важно – самой голосовать. Может быть, когда-то я сама пойду в депутаты, чтобы за меня голосовали. А вот военный штурман, герой России Юрий Яроховец о политической карьере не мечтает. Признается, постоянно думает о тех, кто на передовой. Там за ленточкой ребята сражаются за наше мирное небо, а мы должны приближать победу здесь, в том числе и принимая такие судьбоносные решения. Я, как человек, имеющий большой боевой опыт, прошедший несколько локальных конфликтов, знаю, что сильная армия – это залог нашей мирной жизни. А сильный верховный главнокомандующий, сильное руководство – это вообще самое главное в пути, который выбирает Россия. С такой позицией полностью согласна и руководитель регионального комитета семей воинов Отечества Маргарита Масленникова. Вспоминает, раньше ходили на участок всей семьей, но теперь загруженность такая, что свободно распоряжаться временем просто невозможно. Так что решила опробовать дистанционный формат и не пожалела. Вот вы сейчас видели, как мы сделали это элементарно, с экрана просто-напросто компьютера, и тем самым позволяет быть полностью погруженными в рабочие процессы. С другой стороны, выполнить свой гражданский долг, повлиять, наверное, на свое будущее, будущее последующих поколений. Ну и при этом опробовать новые технологии, потому что все мы движемся в эту сторону, мы этого не избежим, мир движется к цифровым технологиям. Поэтому для меня это первый опыт, я надеюсь, он будет удачный. Молодежь и пенсионеры – простые рабочие, клерки, врачи, военные, учителя и те, кого принято назвать лидерами общественного мнения. В эти три дня члены участковых избирательных комиссий и общественники, наблюдавшие за дистанционным электронным голосованием, видели массу людей, самых разных. Но мотивация у всех похожа. Мы живем в России, пользуемся всеми благами Российской Федерации, обязаны прийти и сказать свое слово. Итоги президентских выборов обсудили и на оперативном совещании в правительстве области. Губернатор Александр Гусев поблагодарил глав муниципалитетов и все избирательные комиссии региона, которые обеспечили высокий уровень подготовки и проведения голосования. А также сотрудников правоохранительных органов и военных, занимавшихся все эти дни соблюдением законности на участках и защитой воздушного пространства Воронежской области. И особую благодарность губернатор выразил всем избирателям, которые продемонстрировали высокую явку и гражданскую сознательность при выборе главы государства на следующие шесть лет. И вот цифры, которые у нас были достигнуты, более 77% пришло на избирательные участки от числа избирателей, и более 88% проголосовали за нашего президента Владимира Владимировича Путина. Говорит и о гражданской ответственности, и о политической зрелости наших людей. Я уверен, что они и в дальнейшем будут также ответственно, также консолидировано поддерживать и решения, и действия нашего президента, который сегодня на самом деле ведет страну к ее укреплению, к повышению ее авторитета. Десять лет дома. Сегодня Россия празднует очень важную дату – юбилей с момента официального вхождения в состав нашей страны, Крыма и Севастополя. С этой вехой в истории всего государства воронежцев поздравили губернатор Александр Гусев и спикер облдумы Владимир Нитесов. Они напомнили, что уже в первый месяц после референдума наш регион взял шефство над Джанкойским районом, помогая муниципалитету интегрироваться в правовое и экономическое пространство России, вместе преодолевая трудности. Торжества, посвященные десятилетию возвращения полуострова в родную гавань, состоялись по всей стране. Как отметили юбилей воронежи, расскажем в сюжете. Добрый день, Крым! Добрый день, Севастополь! Добрый день, Россия! От всей души поздравляем всех нас с замечательным юбилеем с десятилетиями воссоединения Крыма и Севастополя с Россией! Россия! 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 На прямой связи Крым, телемост, соединивший штабы общественной поддержки Воронежа и Севастополя, получился очень искренним и праздничным. Школьники и студенты столицы Черноземья с большим удовольствием пообщались с жителями героического полуострова. Несмотря на то, что расстояние между нами больше тысячи километров, связи у Воронежа и Крыма очень тесные. Еще в 1783 году, когда эта территория изначально вошла в состав России, первым русским кораблем, пришвартовавшимся в Севастопольской бухте, стал фрегат «Осторожный», который был построен и спущен на воду на Воронежской верфи. А спустя почти 250 лет наши мостостроители участвовали в возведении Крымского моста. Так что и история, и современность у нас общая. Ну, так как моя семья немного связана с Республикой Крым, у меня есть предки, которые были рождены на полуострове. И, конечно, мы все переживали, искренне желали того, чтобы Крым все-таки стал и вернулся к себе домой в состав нашей страны. Поэтому, когда объявили результаты референдума, и наш президент сказал, что все, Крым официально – это часть нашей страны, конечно, мы радовались. Среди ребят, участвовавших в праздничной акции, оказались и ровесники Крымской весны. Денис и Ваня родились в 2014-м и сейчас говорят об этом с гордостью. Одним телемостом все не ограничилось. В штабе была организована творческая площадка, на которой студенты ВГПУ и губернского педколледжа рисовали тематические плакаты, посвященные десятилетию возвращения Крыма в родную гавань. Будущих учителей приглашали целенаправленно, ведь именно им завтра предстоит рассказывать об истории уже собственным ученикам. На самом деле, очень многие студенты примерно представляют, какую дату мы отмечаем 18 марта 2024 года. Но мало что знают о том, что предшествовало этой дате, и какие события у нас произошли ровно 10 лет назад. Можно говорить, здесь много. Но самое главное, что в Крыму были спасены человеческие жизни. Ведь если бы в 2014 году Крым не перешел в состав Российской Федерации, там действительно была бы резня. И националисты, которые скакали на Майдане, они открыто говорили, что наведут в Крыму порядок. Крым будет либо безлюдный, либо украинский. Конечно, слышать вот эти лозунги 10 лет назад было жутко, было страшно. Но обошлось. Тогда, в 2014-м, Россия начала возвращать себе свои исконные земли. Потом, в 2022-м, стало ясно – Крым и Севастополь были только первыми ласточками. В ходе СВО русский медведь взял под свою защиту еще четверых медвежат – Херсон, Запорожье, Луганскую и Донецкую народные республики. И больше своего никому не отдаст. Наша страна всегда помогала тем, кто в этом нуждается. Наша страна всегда приглашала для дружбы всех близлежащих соседей, не соседей. Но правда, мы очень хорошая страна, мы очень сильные. Мы очень доброшелательно настроены ко всем, кто хочет с нами дружить. Но мы очень сильные, и мы очень стойкие, когда на нас пытаются навесить сансквык, когда нас пытаются обить, когда пытаются навредить нашим людям. Поэтому наша страна самая лучшая. И очень важно, чтобы в душе каждого россиянина эта мысль была очень четкой и очень уверенной. Наша страна лучшая, и мы гордимся тем, что мы живем в этой стране. А волонтеры Победы отметили годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией викториной. Проводят ее по всей стране, в том числе и в столице Черноземья. Вопросы разной сложности. Например, нынешняя столица полуострова, или как в 1797 году назывался Севастополь, и при каком правителе Крым вошел в состав Российской империи. Ответить предлагалось простым воронежцам, оказавшимся по делам на проспекте революции. Именно там стояли волонтеры. За правильные версии – подарки с символикой полуострова и всей страны. Прохожие к проверке своих исторических знаний отнеслись серьезно. Охотно останавливались и общались с добровольцами. Кстати, викторина – далеко не единственная акция в рамках празднования юбилейной даты. Волонтеры Победы и Управление молодежной политики области запланировали обширную программу. Вся молодежь области включена в большой цикл мероприятий, посвященный присоединению. Это и уроки мужества в школах, это украшения окон домов, также и замечательный флешмоб, который проходит на страницах сетевых наших изданий. Получается, молодежь по всему городу ищет интересные названия, связанные с Крымом. Это у нас улицы, у нас есть улица Крымская, переулок Севастопольский. Их задача – сфотографироваться на фоне этой самой таблички и прислать нам фотографию. Вот сегодня молодежь вот таким вот образом занята. И на сегодня это вся основная информация, оперативные новости есть на нашем интернет-канале ТВ «Губерния». Будьте в курсе событий и не переключайтесь. Впереди сюжет о развитии банковской сферы Воронежа. А я с вами прощаюсь, до встречи в эфире. На Кольцовской 31 открылись двери нового отделения Альфа-Банка. Никаких больше окошек и долгих очередей. Теперь только комфортная и по-домашнему уютная атмосфера. От разрезания традиционной красной ленточки решили отказаться. Вместо этого символично полили денежное дерево. А давайте еще раз поаплодируем, дорогие друзья. Ну что, я вас всех официально поздравляю, вы уже теперь. Среди приглашенных гостей постоянные клиенты банка. Причем и обычные люди, то есть физические лица, и лица юридические, представители компаний. Это, к слову, еще одна особенность площадки. Менеджеры смогут обслуживать всех. Для сохранения конфиденциальности и решения бизнес-задач есть удобные переговорные. Всем здесь будут рады. Формат новый, необычный, хотя он уже не первый год в банке существует. Но на самом деле везде по окраинам до этого ходили. А сейчас открылись в центре города, многие заметили. И действительно возвращаются с обратной связью, что классно, круто, замечательно. Поэтому рады вас видеть. Приглашаем всегда к посещению. Это уже 10-е отделение в регионе новых форматов, которые мы открываем. Нашим клиентам уже знаком такой формат обслуживания. Можно сказать, такой каворкинг своеобразный, в котором мы сочетаем высокие технологии. И личное общение, такой тесный контакт с клиентом. Мы понимаем, что клиентам это нравится, понимаем, что они к этому готовы. И действительно ждали открытия этого офиса. Он на текущий момент самый большой в городе Воронеж. Вот именно в таком формате. Клиентоориентированность и удобные условия – это то, что подкупает пользователей банка, говорят сами клиенты. Многие преданы Альфа-банку уже не один десяток лет. У меня премиальная карта, у нас корпоративное обслуживание, то есть это зарплатная карта. И у них очень хороший кэшбэк, у них очень хорошее обслуживание. У меня лично есть персональный менеджер, который ко мне очень хорошо относится. Я могу не обратиться с любым вопросом. И вообще я считаю, что условия банка очень лояльны и очень удобны. Я очень рада, что они открылись здесь, потому что я живу недалеко. И мне сейчас будет очень удобно пользоваться. Не остались без внимания и клиенты банка, живущие в районах. В прошлом году было открыто шесть офисов – в Росоше, Борисоглебске, Лисках, Острогожске, Новый Усмане и Нововоронеже. В 2024-м список дополнит семилуки и бобров.